Я приветствую всех жителей Нижнего Картли и вообще всех тех, кто смотрит эту передачу. Ну и дело в том, что на прошлое воскресенье было, да, ко мне приехали ребята из Нижнего Картли и сказали следующее буквально, что 21 марта, день когда начинается праздник Урусбайра, они ждут определенных эксцессов в Мальнеульском районе. На мой вопрос, почему у них какие данные по этому поводу, они сказали, что у нас нет фактов, у нас нет прямых доказательств, у нас есть определенные фрагментальные доказательства, фрагментальные факты и мы бы не хотели, чтобы там что-то произошло в этот праздничный день. И они меня попросили, чтобы я передал премьеру, премьер-министру Грузии, чтобы он или не приехал туда, или, значит, чтобы специальные службы поработали таким образом, чтобы эксцессы были предотвращены. Ну, я сказал, что если не приедет премьер и что-то произойдет, тем более это будет для него и для всей страны очень отрицательно будет это все видно, так как он, значит, не приехал, а что-то произошло. Значит, кто-то знал об этом и все-таки не предотвратил то, что могло произойти, то, что может произойти. И они сказали, что кто-то думает о том, чтобы натравить между собой грузин и армян, христиан, и, так как они сказали, и мусульман, чтобы на весь мир потом раструбить, что вот христиане там ущемляют права мусульман. Я не знаю, насколько это верно, я не знаю, у нас нет возможности это проверить, но дело в том, что определенная логика присутствует, и я бы не желал, чтобы что-то такое произошло. Я вынужден, я должен жителям всей Грузии, в частности Нижнего Картли, рассказать об этом, и потому и рассказывал. Я должен сказать, что из-за определенных субъективных и объективных факторов смена власти не произошла таким образом, как вот, которая необходима была ситуации. Я подразумеваю то, что был создан формат коабитации, такая вот, пресловутый формат, который во многом помешал изменению ситуации по всей Грузии, и в частности Картли тоже. И потому сейчас жители этого региона говорят, что для нас ничего не изменилось, потому что люди, которые при прошлой власти находились в этом регионе, они и сейчас там находятся. Это и в силовых структурах, и в административных органах, к сожалению, это так. И вообще я должен сказать, что та политика, которую проводили прежние власти, и в частности вот сегодняшний день тоже такой же примерно, он в определенном смысле разочаровал жителей этого региона, всех, несмотря на национальность. Я думаю, что с приходом нового губернатора, который является человеком команды, личной команды Бензины Иванишвили, может быть что-то изменится. Это энергичный человек, и человек, который думает в этом направлении очень много. Я бы не хотел увидеть тех лиц, которые я видел во время прошлых выборов, которые потесняли всех нас вместе и ущемляли наши права. К сожалению, некоторые из них, многие из них остаются на местах. Это и в Мармельском районе, и в Ардаманском районе, и в других районах. Вот я думаю, что, я надеюсь, по крайней мере, что новый губернатор и его команда изменят ситуацию, дай Бог. Субтитры подогнал «Симон»!